привет друзья я приветствую вас на нашем канале мы из эстонии сегодня я вам хочу показать скрытые менюшки китайской автономки ну и давайте теперь с вами перейдем к блока управления к блоку управления и первое что хочу вам показать это как прописывать брелок брелок вот такой вот значит нажимаем на стрелочку вверх и держим и когда у вас загорается вот такая вот надпись на брелке нужно нажать открывающийся замочек нажимаете брелочек у вас прописывается и после этого должно все работать следующая интересная функция которая есть в этой печке это включение выключение насоса топлива без включения печки это надо надо зажать две нижние кнопки кнопочку ok и стрелку вниз у вас загорится аж of это значит насос выключен если нажать на верхнюю стрелку вы слышите заработал насос если нажать снова на нижнюю стрелку насос отключается вот такая интересная функция эта функция я думаю будет очень полезно когда вы просмотрели топливо то есть печка хапнула воздуха и чтобы печку не мучить вы просто включаете насос и ждете пока топливо пройдет после того как вы включили насос он работает несколько минут а потом отключается то есть можно несколько раз включить насос таким образом прокачается все топливо и потом вы включаете печку и она заводится с первого раза то есть вот такая вот удобная функция и еще в этой автономной печке есть скрытое меню значит заходим в меню вот и смотрим вот у нас мигают такие черточки вводим pin код 1 6 8 8 и попадаем с вами в инженерное меню то есть меню настроек в этом меню вы можете изменить мощность отопителя мощность вашей печки вот и нижний порог и верхний порог также поставить число оборотов вентилятора нижняя и верхняя то есть выбрать вот верхний там был нижний на выставить напряжение 12 или 24 вольта это настройки монитора я пока не знаю что это тут есть с n1 с n2 изменять не будем но и выход из панели все вот такие вот скрытые настройки есть данном отопителе может быть кому-то что-то пригодится установить скорость вентилятора может чуть-чуть кому-то надо побольше или наоборот поменьше то здесь все это можно поменять также мощность печки можно убавить или добавить вот чтобы она у вас и не дымилась на больших оборотах вот так ну и поменяйте напряжение 12 24 вольт и наверное изначально эта печка является такой многофункциональной то есть она и подходит и на 12 вольт и на 24 достаточно просто поменять через меню или же или же просто прошивка у этих печек что на 12 24 вольт одинаково но и чтобы не заморачиваться китайцы просто не стали переделать прошивку вот такие вот есть интересные настроечки значит можно прописать брелочек можно включить насосик и попасть скрытой меню ну и на этом у меня все если вам было полезно это видео ставьте пальчики вверх если видео было вам не интересно можете вообще ничего не ставить или ставить пальчик вниз ну а если кому-то что-то непонятно обязательно задавать свои вопросы в комментариях мы всегда на них с радостью ответим но и на этом сегодня уже все всем пока увидимся снова на нашем канале мэйдзестонии пока пока